Что такое экстремизм? Как не попасться в сети злоумышленников и не приступить к закону? Получить ответы на эти вопросы смогли студенты строительного энергетического колледжа в рамках мероприятия под названием «Нет ненависти и вражде». Его провели оперуполномоченный по особо важным делам Центра противодействия экстремизму ГУМ ВД России по Самарской области Владимир Тамбовцев и член Общественного совета при ГУМ ВД России по Самарской области Иван Андрианов. Не является ли это информацией, которую вы хотите выложить в сети интернет, запрещенной законодательством РФ? Вот это важный момент. Эта информация важна вообще для всех. В нынешней ситуации, которая сложилась, это становится крайне необходимым. Во-первых, это профилактическая. Лучше провести профилактику, чем с этим бороться. Потому что зачастую у нас подростки немножко не осознают все ответственности и последствия, которые могут привести, казалось бы, за действия, которые можно воспринять как шалость некую. А в результате это будет, ну не знаю, это будет именно противозаконное действие, причем по статье достаточно такой серьезной. Помимо теоретической части, ребятам были представлены презентационные ролики, на которых демонстрировались реальные примеры людей, ставших жертвами вербовщиков и понесших уголовное наказание. Это мероприятие играет огромную роль. И посмотрите, дети внимательно смотрят и не просто смотрят и слушают, но активно принимают участие в обсуждении. Поэтому я думаю, что очень хороший резонанс. Тем более, наше мероприятие сейчас транслируется во все колледжи Самары. Мероприятие прошло в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма» на территории городского округа Самара на 2021-2026 годы. Такая работа повышает уровень информированности школьников о последствиях терроризма и экстремизма, позволяет усилить информационно-пропагандистскую работу среди учащихся и обеспечить профилактику этих противоправных действий. Очень интересно рассказывают приглашенные деятели по поводу безопасности в интернете. Это предостережение по поводу общения в интернете, чтобы не нарваться на мошенников или же людей, которые занимаются экстремистской деятельностью. Студентам также напомнили, что уголовная ответственность за участие в террористических актах и финансирование терроризма наступает с 14 лет. Августина Охременко, Николай Сидоров, События.